Еще есть какие-то фильмы на английском языке. Что за фильм? На самом деле в этом фильме там очень-очень многое станет понятно. Но там не про танец, там именно про развитие хаос-музыки и клубной культуры. Но так как это в какой-то момент было очень тесно связано, то есть все... Ну и я думаю, что сейчас там тоже есть эта связь, просто у нас такого нет. У нас как бы клубы для одних людей, а танцы для других. Так просто сложилось. А есть ли какая-то чёткая связь между хаосом и волком как танцами? Я заметила, что очень многие волгеры это любят уважать. Ну под что танцуют волк? Под какую музыку? Под только музыку. Под хаос могут называть. Ну там, конечно, определенное звучание, не вот такое, а чуть-чуть другого звучания. Да, это хаос-культура. Кажется, в период один, наверное, вообще. Мне лично кажется, что в основном музыка, потому что, как я вижу, ВОК это всё-таки связано с фэшн-индустрией. То есть это не только о клубах, это вот именно о Runway и вот всё, что с этим связано. Но в самом начале это общая культура. То есть люди, они, это у нас здесь. Мы такие, так, это ВОК, это типа хип-хоп, это хаос и так далее. Такого не было. Именно ВОК-стайк. Я не знаю, я смотрела один сериал недавно просто, где там про ВОК было. И там типа именно в ГБТ сообщество отдельно танцевало ВОК. Именно это отдельно, в ГБТ отдельные вечеринки. Да, нет, это понятно, что есть всякие раздельные сообщества, вечеринки. То же самое, как там есть команда Dance Fusion, есть команда Moogtop и так далее. Но если бы ты пришла в 90-е года просто в клуб, и там бы танцевали... Да, в 90-е, да. В 90-е, да. В 90-е, да. В 90-е, да, в 2 месяца. Вот. И всё, все танцоры, они как бы все танцевали. И ВОК-танцоры, и ВАК-танцоры, сколько их там было, сколько-нибудь человек в любом случае. Идея. То есть просто идея в том, что House Dance, он появился из смешения огромного количества стилей. И в том числе, то есть все танцы, которые вообще могли быть на тот момент в Америке, они все, как бы все туда вливались. Вот. Поэтому просто каждый ещё выбирает свою манеру. Кто-то там больше изучает джазовый танц, и у него такой хаос. Кто-то там, допустим... Из брейка. Да. Вышел из брейка, и у него вот такой будет хаос. Кто-то занимается ещё параллельно или занимался ВОКом, и у него будет использование очень много вещей. Просто люди, которых вы видите, которые используют ВОК и всё такое в хаосе, скорее всего они просто с ними занимаются. Также можно использовать Фламек или там, я не знаю, Оджи, допустим, он на основе капуэры танцует и так далее. Вот. Поэтому как бы связь такая, что всё взаимосвязано со всем. Но какого-то типа, что там... То есть точная такая историческая взаимосвязь, о которой все говорят хип-хопа с хаосом, это 100%. А остальные как бы стили равномерные. Но они всё равно вместе тусовались. Там кто-то приезжал и рассказывал. Типа у них есть клуб огроменный. Здесь круг хаосеров, здесь круг логеров, здесь круг лагеров. Ну и они джемят. Играет хаос музыка, они джемят. Играет диско, они джемят. Играет... То есть сейчас или раньше? Ну, я тоже не помню про этот период. Я была уже на стриткар ездили в Стокгольм. Мы были в клубе на автопати. И там просто чуваки, которые как бы даже не танцоры, просто какие-то чуваки. Они танцуют вообще все стили. Вот любую музыку включи, и они будут под неё танцевать. Вот. Поэтому таких... Ну, как бы в своей основе в самом начале вообще вот это разделение. Мы же тоже танцевали всё подряд. Вот когда мы только начинали танцевать. Типа один день в тренировках, ты там час хип-хопчик, потом час патлинг по треню, там ещё что-то. И мы танцевали так же всё. А потом уже началось вот это определение, ой, я больше тяготею к этому, или больше тяготею к этому и так далее. Вот. Примерно так. Мне кажется, на самом деле, если послушать сеты диджеев, даже сегодняшних каких-нибудь известных хаус-диджеев, легко можно наткнуться на хип-хоп трек в этом сете, на фанк, на диско. У них вот так всё перетекает, очень, конечно, равномерно так, но очень часто. Поэтому это задаёт тон вечеринки, где можно танцевать всё, что угодно. Да, просто люди, они же танцуют под музыку, которая им нравится, да. Если там хаус танцуется под хаус-музыку, вок танцуется под хаус-музыку... Ну, там не... там разная музыка есть, но как бы... Основа всё равно это хаус-музыка там, сейчас, в данный момент. Ну, естественно, мне нравится хаус-музыка, и я буду танцевать всё, где я могу там эту хаус-музыку больше послушать. Ну, примерно так, да. Вот. Очень многие там люди танцуют, допустим, хип-хоп и паппинг. Ну, потому что как бы... Да, есть такой прям гэнста-фанк, да, конкретный, но, в принципе, паппинг и под хип-хоп танцуют тоже, да. То есть, как музыка, она такая похожая по ощущениям, по внутренним, она похожа. Вот. И поэтому есть такая смесь, мне кажется. Часто. Да, 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 да. Да, да, да. Типа решать. Столки разные, всё равно, когда музыка свой поток. Понятно. Понятно. И хип-хоп, ты не слушаешь паппинг, ты можешь. Использует элемент паппинг и хип-хопинг. Это глупина, что основа хип-хоп. Да, да, я просто говорю... Да, да, это точно. Я просто говорю про то, что есть какие-то тяготения к более быстрым ритмам, да, к примеру. Часто люди, которые танцуют хаус, они потом начинают какие-то африканские танцы. Ну, то есть, прёт вот в это, да. Любые движения ты адаптируешь в манеру музыки. Да, кого-то, допустим, прёт что-то более медленное там и так далее. Вот, поэтому... Африканские танцы какие? Африканские танцы? Афрокубинские танцы. Афрокубинские танцы. Нет, есть и традиционные африканские танцы, когда там взывание дождя и прочие вещи. Есть, да, афрокубинские направления, румба и так далее. Вот. То есть, я сейчас говорю про те танцы, которые как бы стояли в основе хаус-дэнса. Вот. Если говорить про современный афро-танц, там, как афродистский... Ой. Афро-хаус. Афро-хаус и так далее. Афро-хаус, да. Вот. Это тоже всё используется. Это тоже всё, как бы это развитие культуры одно и другое. И это всё используется. И движения из афро-хауса идут в хаус, и хаус идёт туда, да. То есть, ну и так далее. Хотя база, она разная. Вот. То есть, те современные направления, которые есть сейчас, они тоже смешиваются, но они не лежат в основе. Афро-хаус, он не лежит в основе хаус-дэнса, потому что он просто, как бы, позже стал там и популярен. Да, ну вот, то есть, те танцы, которые современные сейчас, да, 30 лет назад их просто не было, которые сейчас придумываются. Поэтому они не могут стоять в основе. Вот. Чего ты лупаешь, Серега? Да Серега меня крупным планом смотрит. Какая красивая. Вот. Примерно так. Ну понятно, да, с этим? Можно.